В Иркутской области отправили в СИЗО подростка, обвиняемого по делу о диверсии. По версии следствия, 16-летний Андрей Белоусов вместе с другом 15-летним подожгли 29 июня релейный шкаф на железнодорожном перегоне Черемхова-Забитуй. Белоусова отправили в СИЗО. 25 августа его добавили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации зоны солидарности, против подростка возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет телеграм-канал «Зона солидарности». Стоит отметить, что с осени 2022 года силовики стали регулярно открывать уголовные дела по статье «Диверсия». Треть задержанных – несовершеннолетние. Диверсия, фейки, российская армия, госпереворот, терроризм – неполный перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации, которые применяют к неугодным режиму гражданам. Список из одних только уголовных статей, там порядка 50-60 уголовных статей. Это могут быть абсолютно разные. То есть это все зависит от, опять же еще раз, от деяния, которое человек совершил, и от степени наглости. Силовиков, следователей, которые вменяют различные абсолютно дела. Там могут быть и статьи о мошенничестве. То есть какие-то такие даже статьи, которые не связаны напрямую, казалось бы, с антивоенным протестом. Сегодня угодить за решетку можно даже если не совершил ничего противозаконного, рассказывают эксперты. Ситуация сейчас такова, что на самом деле топор висит над головой у всех. В России тебя могут в любой момент привлечь за все, что угодно. Особенно если у тебя есть антивоенные взгляды. Тебе даже, вот если ты просто придерживаешься каких-то антивоенных взглядов, и никому даже об этом особенно не говоришь, а просто там с родственниками на кухне обсуждаешь. Нет никаких гарантий, что кто-то из родственников не запишет это на диктофон и не напишет донос или не услышит соседей. Постоянно растет и список политзаключенных в федерации. Так, правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным приговоренного к 8,5 годам лишения свободы Игоря Паскаря. Напомним, 31 мая этого года его признали виновным по статьям о вандализме по политическим мотивам и совершении теракта. Игорь Паскарь первый, кого начали судить как террориста за антивоенный поджог. 12 июня 2022 года Игорь Паскарь пытался поджечь уличный баннер с литерой «З» и надписью «Своих не бросаем», установленный на одной из улиц Краснодара. Огонь не успел причинить ущерб конструкции. 14 июня Паскарь бросил бутылку с зажигательной смесью в здании ФСБ в Волгограде. В результате поджога загорелся коврик, который быстро потушили сотрудники. Паскарь не пытался скрыться, а вместо этого нарисовал на щеке украинский флаг и ждал задержания, пишет издание Докса. Ранее члены исполнительного совета Съезда народных депутатов Илья Пономарев и Максимилиан Андронников передали представителям украинского проекта «Хочу жить» список российских политзаключенных. В нем фамилию 300 граждан Федерации, арестованных за антивоенные и антиправительственные высказывания и действия. Из них 166 совершили акты силового и вооруженного сопротивления путинскому режиму. Есть регресс, в том смысле, что людей становится гораздо больше, которых задерживают. По разнообразным фейкам дискредитации армии, вот это процесс огромный, и мы даже всех не могли в этом смысле обработать. То есть мы старались смотреть людей, которые помимо высказываний еще что-то сделал при этом, чтобы это не было просто за пост в соцсетях, чтобы это имело какое-то дополнительное значение. Потому что таких людей просто несколько сотен. Но все-таки наш основной приоритет был люди, которые реально занимались партизанской работой, которые нанесли реальный ущерб военной машине, которые оказали реальные акты сопротивления. Ожидается, что благодаря украинскому проекту «Хочу жить» удастся обменять политзаключенных в России на пророссийских коллаборантов.